друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзоры ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходить и подписываться ну что ж мои хорошие меня не было несколько дней да так получилось поэтому сейчас мы с вами приступаем опять к обзорам на урал очка надеюсь вы очень их ждали ну что мне хочется вам сказать вы знаете начало ролика друзья мои меня очень насмешила но урал очка как всегда вы знаете про природу и про погоду говорит погодка у нас сегодня ветреная но сафарик ребята это надо было видеть как правило знаете 99 процентов из 100 роликов сафари как раз таки вечно стоит с такой знаете ли кислой миной на лице но недоволен недоволен он друзья мои и я могу могу его понять вы знаете глядя на этот вот ролик я бы его назвала двое из ларца одинаковых с лица это конечно же про ролик где встретились две подружки так урал очки приехала подружка мама дорогая ребят теперь я понимаю прекрасная я и раньше не сомневалась кто так скажем обожатели урал очки вот она как не покажет своих подружек да за исключением там наверное одного процента все они примерно такой же комплекции как урал очка еще не нас там обвиняется как разно об этом поподробнее позднее но вот что хочется сказать вы знаете вот прям глядя на эту картину глядя на олечку глядя на сафарика конечно же я верю друзья мои что сафарик просто так вы знаете из-за великой любви бросил своих детей родных детей бросил свою молодую жену и по великой любви уехал жить с уралочкой да друзья мои и я верю в то что сафарик мечтает все свое свободное время проводить и молодость свою ну относительно урал очки он еще молодой мужчина потому что моложе ее почти на 20 лет так вот друзья мои конечно же я верю что он мечтает свою молодость потратить вот на таких вот огромных здоровенных баб которых знаете ли на телеге не переехать да и как раз таки на женщин которые годятся ему в мамке но теперь я не удивлена теперь мне все понятно сафарик почему у тебя 99 процентов из 100 как раз таки лицо вот такая вот кислая мина словно ты действительно переел лимонов переел далее друзья мои вышла урал очка зашла она в теплицу ну а там заросли я бы сказала самые настоящие джунгли да друзья мои вы знаете ищет урал очка ищет и не может найти свой как раз таки урожай да да говорит спрятались от меня мои огурцы да уж а я смотрю на все это дело и понимаешь что вы знаете там травы просто полным полно не столько огурцов сколько травы далее рассказывает как раз таки тот момент что она вы знаете ждет в гости свою подружку и обещает что вот свою то подружку она ни в коем случае с пустыми руками конечно же не отпустит но вот есть такой пункт урал очки да до нее до сих пор не доходит что как раз таки то что ты там даешь своим подругам друзьям знакомым каким-то родственникам вот это вот то что у тебя идет с твоего огорода это не обязательно вовсе озвучивать да об этом можно молчать и не ставить людей так скажем в неловкое положение но урал очка поскольку она любительница у нас на халяву получать подарочки посылочки в том числе посылочки даже от людей инвалидов она не чуралась у нас принимать она вы знаете как то вот и надо обязательно сделать акцент что вот она свою подружку без свеклы и без морковки ты не отпустит ну да урал очка ты прям ей практически целую свинью подарила я бы так сказала мне смешно кстати друзья мои что касается урал очки вы знаете вот меня четыре дня не было на ютубе и я могу сказать точно что я посмотрела она просто огромная трындец вот она просто огромная огроменная урал очка ты знаешь я несколько лет тому назад услышала прикольную такую фразу выражение да оба пословицу поговорку неважно что не помогут тренажеры если мы с тобой обжора это вот как раз таки полностью целиком и полностью касается тебя у тебя нет желания всегда говорила худеть быть стройняшкой быть какой-то постройнее похудее так скажем привести себя в порядок поэтому ребята знаете я вот глядя на нее могу точно сказать что ей абсолютно ничего не поможет потому что к сожалению силы воли у этой женщины нет я об этом говорила еще самых первых своих вот этих вот роликов когда она типа якобы аля начала худеть теперь мне все понятно абсолютно да то есть если я раньше ей давала какие-то советы по этому поводу мои зрители давали я могу точно сказать что люди просто решили заработать на вот этой вот теме больна болячки нужны лекарства наколенники денежек нет дайте подайте так далее никто не собирался худеть худеть никто не худеет жрать они не перестали поэтому поэтому действительно в ее случае не помогут тренажеры если мы с тобой обжоры это вот касается как раз таки ее абсолютно точно вы знаете визуально меньше она точно не стала если только даже больше она просто огромная далее далее я смотрю сафарик срывает свеклу и морковь уралочка объясняет что мол ей туда не подойти не сорвать что-то ей там мешает уралочка конечно тебе мешает конечно тебе просто элементарно даже физически не поместиться между вот этой вот грядкой и вот этой цеплицей мы все это прекрасно понимаем ты можешь рассказывать какие угодно сказки но так оно и есть далее далее вообще ребят прикол глядя на сафарика уралочка говорит ой его мол только на сбор урожая говорит так ловко у него всего ходит так ловко все горит у него в руках то есть друзья мои смотрите какая прекрасная жена да она его готова уже этого сафарика отправить и на заработки по сбору урожая да да то на поля готовы его согнать то на рынок продавать товар но я так смотрю сафарик то как раз таки не хочет никуда не торопится да друзья мои сопротивляется пока еще малец ему не хочется конечно же нигде работать не знаете ли сидеть торчать день и ночь на рынке не на полях собирать а там что нибудь до овощи и так далее хочется ему просто сидеть на дачке сидеть ничего не делать пузо почесывать голову свою чесать развлекаться ну и конечно же гоготать написывая комментарии а также а также с левых аккаунтов додалбливать как раз таки обзорные каналы но не хочется мальцу работать но не для этого он туда приехал а уралочка друзья мои все дает ему парт задания дает уралочка ты так додаешься вот этих вот заданий что останешься потом просто как говорится у разбитого корыта да да и этот от тебя сбежит скажет что слишком сильно уж ты его эксплуатируешь а на его место ты знаешь под гарантии нет никакой что тебе придет какой-то желающий работать за тарелку супа за тарелку мясца я не знаю ребят на самом деле если так вдуматься да то понятное дело никакой там любви даже близко нет но то что человек свою молодость да но я скажу что молодость потому что он на 20 лет моложе и и он свою молодость тратит как раз таки на вот этих вот больших баб да на вот этих женщин которые годятся ему в матери и вот за тарелку супа старается там работает это конечно ну не видя при этом своих детей каждый день до что хотелось бы видеть конечно каждому нормальному родителю ну и как-то вот не живя так скажем хотя бы со своей ровесницы нет я не спорю есть браки в которых мужчины там моложе женщины на 5 на 10 лет всякое бывает как говорится а ну я уверена что многие семьи которые так живут и я знаю такие браки между прочим там женщины вы меня извините конечно выглядят нечита уралочки там даже разницы не видно что женщина старше мужчина на 10 лет а здесь действительно я верю тем своим зрителям которые писали что они были уверены что это ее сын потому что она выглядит как его мама она выглядит здоровой взрослой теткой она выглядит не женщиной 50 там трех лет а именно здоровой и взрослой теткой далее далее ребята это просто нечто вы знаете когда я увидела уралочки ну подружку честно я чуть в обморок не упала вот честно правда это копия уралочки копия уралочки визуально абсолютно уралочка мне хочется вот к тебе обратиться хочется обратиться к тебе и задать тебе такой вопрос на засыпку а вот тебе не стыдно было обзывать в свое время ту же олю вишенку на торте обзывать ее квашнёй вот когда я видела олю да я не знаю какой она там была до этого это не имеет абсолютно никакого значения вот я увидела олю сейчас в каком-то там ролике я говорила что пару роликов я ее смотрела не целиком нет но я видела как раз таки тот ролик где она шла там коротких шортах да у нее длинные ноги она достаточно стройная она фигуристая и так далее не все не все должны выглядеть как суповые наборы все люди абсолютно разные да но когда ты просто позволяла себе олю оскорблять на стриме назвать ее квашнёй и при всем при этом ты демонстрируешь нам себя и демонстрируешь нам таких же твоих подружаек я ребят просто в шоке это знаете для меня действительно двое из ларца одинаковых с лица вот правда боже мой идут такие две огромные бабы знаете пыхтят как паровозы и при всем при этом у них еще хватает наглости они еще знаете распускают свой язык и говорят на девчонок которые худее их килограмм на стоя то и на сто пятьдесят говорят что они квашни и вот я уже не первый раз задаюсь вопросом вы тогда кто если нормальные стройные фигуристые девушки квашни то кто тогда вы тети но на что нет она в ролике сказала ой это девушка да да представляете то есть они с уралкой девушки а все остальные кто моложе их на 10 на 20 лет это квашни я ребят просто в шоке от наглости вот этих вот дамочек хочется мне уралочки а также ее подружайки сказать посмотрите на себя в зеркало вот желательно встаньте полный рост посмотрите на себя в зеркало потому что ваши там за 200 кг это конечно просто что-то с чем-то далее далее ребят вы знаете вот я уже сказала об этом но еще повторюсь я теперь понимаю кто такие подружайки кто такие обожательницы уралочки кто ее боготворит кто ей действительно завидует кто ей действительно написывает про зависть и завидует тому что рядом с ней вот знаете есть такой сафарик который может но иногда как говорится там что-то где-то как-то какой-то качан капусты срезать на даче и вот собрать урожай свеклы и морковки да это конечно делает ему чести абсолютно а я вот все-таки глядя на таких женщин как уралочка ее подружки не все да там надежду мы видели как бы нормальная женщина но а вообще просто я вот думаю это же как надо себя не любить это же как надо себя распустить как надо жрать да чтобы вот так вот нажраться и дожраться до такого состояния вот согласитесь это как-то мне кажется вообще абсолютно не любовь к себе причем есть категория женщин которые были большие которые старались с этим так скажем побороться что-то с этим сделать да никто бы ничего не говорил если бы она там весила 100 или 120 килограмм но вот такой вот вес большой и когда ты ничего не делаешь когда ты просто выходишь и рассказываешь сказки что да нет да я там худею да я туда да и сюда да все прекрасно видят что ты абсолютно ничегошеньки не делаешь никакие усилия не прилагаешь далее далее ребят я смотрю что вот эти вот две подружки они абсолютно не парятся они собираются трескать перцы фаршированные вы знаете я уверена что перцами фаршированными конечно же дело не обойдется будет еще и картошечка мы знаем уралочка очень полюбляет картошечку она же всегда говорит мне ну если очень хочется то как бы можно я уверена будет еще и сметанка да пожирнее к перцам фаршированным да но что нибудь конечно же желательно на десертик да уж худеющие наши вот эти вот дамочки как я уже говорила надеетились друзья мои ну а далее уралочка будет нам впоследствии рассказывать о том как же она старалась старалась худела худела да не похудела ну а сафарика под конец ролика ребят вообще хохма нахваливают какой же он молодец мол прибил полочку в сарае и развесил все свои там инструменты да уж уралочка действительно с мужем тебе повезло он тебе такой труженик вот пришел стахановец после работы поработал еще и на даче потом еще значит полочку прибил и вот действительно есть чем гордиться но что касается полочки прибить мне кажется любая девушку которые руки из нужного места растут может тоже в состоянии просверлить да прибить любую полочку никакого труда это не составит хотя не стоит этим заниматься если рядом есть мужчина который всегда может это сделать но из сафарика пытаются сделать вы знаете мне так вот это смешат вот эти вот моменты когда начинают говорить боже увидят сафарика на грядках и говорят какие вы труженики мне хочется сказать люди вы реально так считается вы реально считаете что мужчина который сидит на попе ровно 24 на 7 нигде не работает да может вот считаться тружеником если он приехал на дачу в 6 соток заметьте там помимо значит земли есть еще огромное количество построек так вот на этой дачке он там еще что-то где-то копанет два раза это уже труженик ну что ж как говорится каждому свое ребят вот такой мне получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии ну что ж всех целую обнимаю всем желаю всего самого наилучшего берегите себя своих родных и близких здоровья здоровья еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписывается на канал всем кто ставит лайки всем кто пишет хорошие адекватные комментарии всем огромное спасибо всех целую всем пока